Мы закончили седьмой по итогам нашего группы у нас. Вчера уже расследовались с места 9-го публикации. Ну и в этом году наш обладатель будет знать те, кто довернился с 1-го по 8-й. Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Новая арена Санкт-Петербург. И мы возвращаемся на Олимпиад чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд. Это матчи сначала за седьмое и пятое места, потом третье место и финал. Так что у нас сегодня программа длинная, программа интересная. И начинаем мы с матча «Звезда М» – молодежная команда «Звезды» из Санкт-Петербурга против «Строгино» – команда из Москвы. Станислав Минин, Егор Еремеев. Егор, привет! Доброе утро! Стас, доброе утро! Также всех телезрителей, кто, возможно, проснулся в воскресное утро и решил посмотреть матчи женского чемпионата России по пляжному футболу. Я думаю, что эти команды достойно выступали в групповом этапе. И вот расписание как раз. Первый матч Станислав уже озвучил. Молодежная команда «Звезды» – «Строгино». По задачам, по аппетитам «Звезда», наверное, хотела большего, как и «Строгино». Но по тем командам, которые я видел, я думаю, что логично, что эти команды играют именно за такие места. Да, но у «Звезды» есть оправдание, потому что есть основная команда «Звезды», которая вышла в финал. То есть здесь система работает. К слову, система «Строгино» работает, потому что есть мужская команда, есть команда женская. И школа открывает новый талант. Вот, пожалуйста, девушки тоже в восьмерку как минимум попали. Да, им не повезло в плане серии пенальти. После матчевых трижды «Строгино» участвовало в таких сериях и уступало. Что на групповом этапе, что вчера тоже, к сожалению, не получилось выиграть. Значит, сегодня «Строгино» хотелось бы не доводить дело до серии пенальти. Какой-то так неудачно складывается на этом чемпионате. Ну, а «Звезда», может быть, основная команда обратит внимание не на опытных, тоже Кургашова и Гордеева, а на молодых девчонок. И, может быть, в следующем сезоне мы увидим уже их в основном составе. Да, вот выходят сейчас команды. «Строгино» и «СКМФ» вчера проиграли по пенальти, а «Молодежная звезда» уступила к ПРФ «Урицк». Команду КПРФ «Урицк» мы тоже увидим дальше. Ну, как, собственно, и «СКМФ». И вот сейчас вышли команды, судьи, все здесь на месте, и болельщики на месте. Мы уже успели их рассмотреть, потому что сейчас такое, ну, представляете себе, что это раннее утро, Санкт-Петербург, здесь погода еще пока пасмурная и прохладная. И собрались, ну, подвижники, собрались энтузиасты пляжного футбола. Собственно, и про нас, наверное, так можно сказать. Безусловно, мы видим и зрителей в курточках. Судья, главный сегодня, это Руслан Бакиров, его помощники Григорий Митин и Алексей Иванов. Это капитаны команд. Кстати, символично, Стас, 21 номер. И там, и там, получается, капитаны команд. Гордеева у молодежной команды Строгино. Ну, и на Биольной Юле, наоборот, да, у молодежной команды звезды. И на Биольной Юле капитан Строгино. Да, у Александра Гордеева мы запомнили потрясающий совершенно удар. Это еще когда матч был четвертьфинальный, когда звезда играла с локомотивом. Вот состав Ксения Щербакова, 69-я, Валерия Смирнова, 23-я, Александра Гордеева, 21-я. Полина Гудович, 88-й номер. И Алина Асанова, 77-я. Полина Гудович не во всех матчах играла, но вот сегодня мы ее увидим. И главный тренер команды это Алексей Константинов. Вот нам как раз его показывают. Тренер молодой и всегда вот перед игрой так собирает. Но кружком это не назовешь, там кружок сложно. А кружок снимают с них. Да-да-да, кружок обязательно. А вот Строгино, 72-я, Анастасия Чумик, 21-я, Юлия Набиулина, она же капитан команды. Девятая Амина Менгалиева, кстати, тоже первый раз. Выходит в 22-й Екатерина Гейко и 17-й номер Диана Стримбицкая. Рулевой Строгино, опытнейший Сергей Белоусов. Да. И, кстати, вот про Чумик надо сказать. Ну, латвийский флажок у нее. То есть она иностранец, да, латвийская гражданка. А это Сергей Белоусов, о котором ты сказал. Ну, вот даже такой тут контраст. Очень молодой тренер у звезды. Ну, звезде М положено. И что касается Белоуса, вот вы все видите. Поехали. Первый тайм. Ну, вкратце по 12 минут три тайма. Я думаю, что, ну, если вы добрались до матча за седьмое место вместе с нами, то правило уже все прекрасно знает. Это 69-й номер от Ксения Щербакова передачи. Первый гол. Влетает мяч в ворота звезды. После ошибки вратаря технической в самом начале матча Строгино открывает счет. Это Диана Стримбицкая. Забивает. У Дианы Стримбицкой было пять забитых мячей до этого матча. Ну, соответственно, их становится шесть. И можем уже вот так прикидывать. Здесь вот эти утешительные матчи, они ведь дают шанс всем девушкам в гонке бомбардиров. Ну, например, сделать такой подвиг, как совершила Сонюшкина. Шесть мячей в одном матче. Шесть мячей в одном матче. И попробовать вмешаться в гонку бомбардиров. У той же Стримбицкой есть. Вот она сейчас как раз, ну, например, Сонюшкину догоняет. И получается то, что Сонюшкина сделала одним махом, шестерых убивахом. А вот Стримбицкая к этому шла постепенно. Постепенно эти мячи собирала. Ну, ладно. Шесть мячей, один-ноль. Строгино ведет. И получается, что Стримбицкая в своей команде еще и лучший бомбардиров. Потому что Вита Акуловой пять мячей. Ну, а что касается звезды М, здесь, ну, попросту нет тех, кто забивал очень много. Да? Ну, там три игрока забили по два мяча. Кургашов, Байгот и Валерия Смирнова. Ну, молодежка звезды не так много забивала. Условно, у них матчи были упорные. Без града и изобилия голов не было таких результатов, как 8-4, 9-5. У них более низовой по голам был пляжный футбол. И из-за этого небольшое количество забитых голов у всей команды. Возвращает сейчас мяч Чумик. Она не успевает за 4 секунды принять решение. Тоже по правилам еще раз напомним. На своей половине поля у вратаря. Лишь 4 секунды, чтобы принять какое-то решение в атаке. Ввести мяч рукой. Вот Чумик думает, 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 думает. Ну, наверное... А у тебя ощущение, что не успело? Вот опять вернули? А, вот здесь. Вот в этом моменте, наверное. Ну, здесь тоже... Не могу понять. Ну, что, это утро. Арбитры тоже пока быстро считают. Не знаю. Но так или иначе, Чумик, по мнению арбитров, не успевает. Это удар центра. Какой выбор у молодежки-звезды? Кто будет выполнять? Да, для мужского пляжного футбола это была бы, ну, не то чтобы убийственная дистанция, но это был бы потенциальный хороший момент. Девушкам не всем. У них у всех получается просто сильный удар нанести. Но это не касается совершенно Александра Гордеевой. Вот Александра Гордеева может пробить. И мы это видели. Ее как раз дальние удары. Александра Гордеевой. Один забитый мяч. Красивый как раз дальним ударом. Разбегается. Бьет отскок. Да, то, что ты и сказал, не всегда получается плотно и сильно пробить. Но в створ мяч попадает. Набиулина. А да, сейчас вратарю. Как бы не научились. Но быстро выбрасывает мяч. Чумик впереди. Там есть кому зацепиться. И открывается на фланге. Там уже замена. Это Валентина Староверова появилась. Комбинировали с Советой Акуловой. И поправляют нас коллеги. Это Екатерина Гейко. Забила. А не Стримбитская. То есть Стримбитская. У Дианы осталось 5 голов. Да, да, да. То есть мы Стримбитскую. А мы уже похвалили. Мы уже рассказали. От большого желания. Лидер Строгино. Да, да, да. Ну, один из. Во всяком случае, точно. А вот самая опытная футболистка. Гюльнас Гусманова. 25 номер. Получает мяч. Ну что, удар. Неплохо. И приходится потрудиться. Ну что, неплохо. Очень здорово. Пробили. И отбивает мяч Ксения Щербакова. Ну так здесь. Пожимает плечами. 25 номер. Гюльнас Гусманова. Меняют четверками. И вот так по такой дуге, по такой траектории мяч летел. Перехватывает сейчас мяч Звезда. А у них есть пространство. Но что с этим процессом идет? Это Байкот. Идет в обводку. Не идет в обводку. Останавливает ее Гусманова. Возвращает назад на Валерию Кургашову. Вот Кургашову как раз два забитых мяча. И сейчас Кургашову мы видим, что она продвинуться вперед не смогла. Но зато закрыла мяч. Выбрасывают на Кургашову. И вот теперь, теперь она могла опередить Гусманову. Но здесь Чумик на месте. И тут же мяч отправляет вперед. Передача. Но передача, понятно, была на Ивету Акулову. Ивета не добралась до мяча. Еще раз перехватывают. И вот теперь пытается Диана Стримбицкая пробить. А как здесь неаккуратно играет Звезда? Позволили мяч отобрать. Просто не проверили. Гусманова. Сейчас удар. В одно касание. С мячом сейчас Звезда. Кристина Байгот налево. Гордеева. Ну что, это удар был или все-таки передача? Скорее, первая. Думаешь, удар. Поднимала мяч с подъема. Но мяч не смогла укоротить. 88-й номер. Юлия Набиулина вернулась на песок. Быстрые смены у Строгино. Передача сейчас вперед. Там открывается сейчас Диана Стримбицкая. Бьет по воротам. И не забивает. Ну, просто даже не попадает. Гордеева назад. Щербакова. И Строгино сразу прессингует. Вот только передача на защитника. Как тут же налетают. Это Екатерина Гейка. Это автор единственного мяча. Пока ответ Звезды М. И вот это шанс. Ой, какой шанс. Сейчас упускает Звезда. Это Полина Гудович. Била по воротам. Ну, точнее, не била, а старалась по мячу попасть. И промахнулась. Полина Гудович остается впереди. Здесь Байгот с мячом. Потеря. И атака Екатерины Гейк проходит. Видит она ориентир. Бьет. Ну, и здесь Ксения Щербакова мяч отбивает. Надежно играет. Не стала фиксировать. И будет угловой. Сама же Гейка будет выполнять удар с угла поля. По середину. Не очень аккуратно сейчас Звезда сыграла. И оставили мяч у Юстачи Щербаковой. Ну, в итоге все проконтролировали. Защитники. Заброс на правый фланг. И здесь еще нужно было мяч догнать. Ну, вот догнать вроде получилось. Остановить не получается у Александра Гордеевой. Ну, и Набиульный за боковой. На чумик. Помним. Проправил четырех секунд. Пас вперед. Гейка. Сохраняет мяч в борьбе с Кургашовой. Кургашова выходит победителем. Гордеева. Гордеева с мячом. Здесь разобралась. Но Смирнова слева может получить мяч. Видит. Слышит во всяком случае. Услышала сейчас ее Ксения Щербакова. Передачей Смирнова. Дальше переводит. И не добирается до мяча Гордеева. Гордеева тренирует девочек в школе звезды. Гордеева играет в большой футбол и в пляжный. Она, ну, вообще она игрок основной звезды. Не пробилась в состав. Могла бы в финале играть. Но вот поэтому играет за звезду М. Удар. И это штанга. И можно здесь еще продолжать атаку. Навес будет или нет? Алина Асанова будет. Но здесь уже успела вернуться Гульнас Гусманова. Правильно выбрала позицию. На лево передача это Староверова. Да, и опять у Строгино. Как быстро у них четверки меняются. Вот только что Староверова и Гусманова не было на песке. Поддерживает темп где-то, наверное, около полтора минуты. Может быть, две футболистки играют. Потом смена. Вот сейчас передача. Туда, ну, я назову это условно пятачком. А вот обратим внимание, у звезды М Гордеева, по-моему, вот так с поля и не уходит. Вот опасный удар. Тянулась Анастасия Чумик. Но до мяча не добралась. Да, это удар Смирновой был. Как раз 23-й номер. С мячом играет направо. Гордеева. И какой удар! И мяч запрыгал. Ударился о перекладину и лег сверху на сетку, как в гамак. Ну что ж, Гордеева опять себя показала. Причем техника хорошая. А, давайте здесь отметим обязательно Чумик. Чумик ведь отбила этот удар. Это не просто так Гордеева ударила издалека, попала в перекладину. Здесь без вратаря дело не обошлось. Было, было касание, но угловой продолжится атака молодежной команды. Звезды. Счет сравнялся. Валерия Смирнова добивает своего. 1-1. Ну и Гордееву отмечу еще раз. Прекрасная передача на свободного игрока. Валерия Смирнова. Здесь наша любимая статистика по одному матчу. Где сразу радостно, что один раз пробил, один раз забил. На самом деле Смирнова по-моему бил до этого. У Валерии Смирновой таким образом три забитых мяча. Красиво. В одно касание. Тут полтора не касалось ли мяча. Надо еще посмотреть. Мария Полторак. 66-й номер. По-моему, нет. Нет, нет, нет. Не успела. Мария Полторак, по-моему, сегодня первый раз появляется на поле. А, нет. На Полторак все-таки записали. Ну да, я по этому обратил внимание. Я уже успел Смирновой все записать. У Полторак второй гол. Полторак самая молодая. Ну, ей 16 лет. Какой здесь забивает гол. Сейчас его, наконец-то, Стрембицкая забивает. Мгновенный ответ. Только мы стали выяснять про Полторак. Ну, а что там выяснять, там все понятно. А здесь вот уже разыграли. Это как раз Гейка отдавал. У нее теперь голевая передача. И гол. Гол Стримбицкой. Третий. А, нет. Шестой. Как раз шестой у нее. Вот и теперь уже все встает на свои места. 2-1. Ну да. А есть Стримбицкая. Выводит Строгино вперед. Забивает свой шестой мяч, как мы уже озвучили. Хороший удар здесь, конечно. Что можно сказать? С Чербаковой. Наверное, ничего. Удар был действительно сильный и точный. Быстро Строгино ответил. Мяч забирает сейчас. И передача начинает опять через Анастасию Чумик атаковать. Заброс. Вот мы говорили о том, что не всегда дальние удары получаются. А вот видели мы прекрасный удар сейчас, когда забили. И до этого у Гордеевой очень хороший удар был. Так что все с этим нормально. Перевод на фланг. Гейко нарушает правила. Вот здесь как раз видно на повторе. Она пыталась мяч закрыть, но поставила ногу в результате. И Дарью Маскалёву ударила. Тоже очень молодая девушка. 2005 года рождения. Ранее озвученная автор забитого мяча. Мария Полторак 2007. Вот так вот. Это действительно молодежная команда. Да, да, да. Здесь просто мы оговариваемся каждый раз, потому что есть, ну, та же Александра Гордеева, который постарше. Разумеется. Ну, самые опытные, понятно, Смирнова и Кургашова. До 98-го года. Призваны помочь. Мномерно являются игроками основного состава. А Кургашеву принято такое решение, потому что в основной команде не было игровой практики. Тоже логично. Ну, да. Так. Строение хорошее. Всем привет, да. Удар. Удар не получается. Алексей Константинов передал, но пока его команда проигрывает. Выбрасывает мяч подальше. Чумик вернули. Ксении Щербаковой. И Щербакова вот опять находит передачи Маскалёва. Маскалёва прошла. Здесь Кургашова задержала мяч, но ненадолго. Ну, и арбитры показывают, мяч можно уводить из-за боковой. Это Кургашова. Мяч не держится. Но, тем не менее. Неудачно поставила. Да, и она не стала поправлять ничего. Чревато травмой. Вот сейчас опасный удар. И забирает мяч Щербакова. И Гейко молодец, и Щербакова молодец в этом моменте. Да, у Екатерины Гейко сегодня гол плюс пас. И её сразу меняют. И сразу замены. Там по четвёртым номерам и Вета Акулова появляется. И ещё, вот сразу обратим внимание, три игрока ждут, когда их выпустят на поле. Староверова. Это Левина. И это Дарья Карпухина. Кто-то один останется на песке у Строгино. Может быть, это будет как раз и Диана Стримбицкая. Смирнова бьёт поворотом. Очень неточно. И открывает сразу. Вот мы видим под передачей. И смотрит ещё на поле, где там кто располагается Юлия Набиуллина. Она теперь справа оказалась. Дала передачу неточную. И после этого такая скороспелая, поспешная атака звезды. Они просто, ну, решили пробить. И не искали никого для передачи. Заброс вперёд. Это Чумик. И Чумик передала привет Ксении Щербаковой. Это вратаря вратарю. Щербакова выбрасывает. Ну, и впереди только один игрок у звезды. Очень сложно так атаковать. И здесь ещё опасно. Но подстрахует Смирнова. Вот они сейчас, начиная атаку, впереди оставляя одного игрока. Ну, какие перспективы? Как здесь можно атаковать вот при такой структуре, когда Строгино очень надёжно обороняется? Ну, первое, что на ум приходит, это комбинация, которую многие команды используют. Полтора попытка удара угловой. Запрос или удар по воротам, или заброс штрафной от вратаря. И там уже один, даже если нападающий, пробует сделать максимум. В касание пробить, помешать закрыть обзор вратарё. В принципе, комбинация достаточно простая, но она имеет право на жизнь. Опять Смирнова бьёт. Чумик на месте налево. Карпухина. Вот-вот, последняя минута первого тайма пойдёт. Староверова тоже назад сыграет. Да, сыграет вот сейчас. И здесь мы видели, как отсчёт открыл судья. И попытается убежать. Вот передача. И там ждёт нападающий. Вот сейчас мы видели Ивету Акулову, которая дежурила возле вратаря. А сейчас, ну, сейчас заставляет ошибиться. Главой? Да. Вот запрессинговали вдвоём. В результате неточная передача. И, пожалуйста, идёт подавать. Валентина Староверова. Лишние предметы на поле оказались, по-моему, забирают мяч Смирнова. И тяжело убежать. Староверова очень просто её встречает и мяч забирает. И передача назад. Это Карпухина прострел. Ивета Акулова попытка удара заблокировала Гордеева. Ну, и, наверное, нет уже будет времени у Марии Полторак нанести удар. Пока Строгину выигрывает 2-1 после первого тайма. Да, паузу вернёмся в Санкт-Петербург. Строгину. 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 Москва. Вот, друзья. Вот это группы, которые улыбаются всегда, в том числе и если вы играете в футбол в 9 утра. Это команда «Соулс». Строгину. Друзья, это ваши профессионалы своего дела. И сейчас вы в этом победите. Борисова Музычева. Строгину. Высота twitter. SEулс» Строгину. Строгин. Строгин. Строгина. Посыпом. П Darwin. П manus gospel. Утро. Аклэ. НАПРЫЙ ОКЛОГРОВ. need. Шесть. Он зарuggит. Продолжение следует... 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 Можно Смирнову в роли нападающего попробовать Ну, может быть Сейчас Менгалеева отбирает Вот чего мы сегодня очень мало видим Борьбы-то мы видим достаточно Опять, мало поднимают мяч И, ну, я не говорю уже про такие элементы, как Бесиклета Но просто мяч очень редко бывает Только когда уже удар нанесут Вот удары были с песка несколько хороших А, ну, здесь уже просто какой-то другой вид Это борьба на песке Смешанное единоборство было и нарушение правил Со стороны Гейка, Кургашева Штрафной удар Все себя организовало Ну, здесь угол, мне кажется Да и далековато Просто далековато Передачу в коридор можно попробовать сделать В коридоре движение Но это что-то похожее было на передачу Но как будто бы команда к этому сама не готовилась Вот такой заброс Ну, не закрутить же она ворота пыталась Вот, может быть, сейчас И выйдет вратарь Выходит, забирает мяч Там можно брать еще и нарушение правил Ну, то есть Мария Ливанова будет, видимо, бить Сейчас штрафной Не по правилам играет Кристина Байгот Уступает Байгот очень такой жесткий игрок Постоянно, когда она на поле Вот, ждет таких столкновений Просто очень неуступчивая Да, есть такое качество Но я считаю положительное Байгот белорусская спортсменка Игрок сборной Белоруссии Ну, а между тем Объяснение Теория Сергея Белоусова С наглядным показом Да, я бы сказал Еще и помог Еще, да Здесь Помощник еще Николай Чистяков Включается Ну, замахнул рукой Мол, ничего не понимаешь Ну, может быть Сергей Белоусов Достаточно развернуто Объяснил Что нужно делать И делай Вот как объяснил Ну, что, посмотрим Как Мария Ливанова Реализует, не реализует Нет, это Это что? Это удар или пас? Не совсем понятно Ну, по силе похоже на пас По направлению Траектории похоже на удар Отобрали И вот опять девушки Строгино атакуют Пас с Трембицкой Раз Удар с Трембицкой Два А дальше что с Трембицкой А дальше Дальше уже удар поинтереснее Получился с левой ноги Но забирает Шевченко И здесь на месте уже все контролирует Гульнац Гузманова Опытнейшая футболистка Играет на Стримбицкую Диана с левой ноги Но это что-то тоже задвоение Либо это прострел в район Гейка Или удар в дальний угол И сразу меняются Сразу меняются Но вот на поле должны появиться те Кто инструкции получил от тренера Девятый номер, по-моему А появилась ли она Это Амина Мингалеева Да, Мингалеева и объясняли Как она должна двигаться Увидим Если на песке посмотрим Нам-то хочется верить То, что получится Интересно увидеть Воплощение тренерских идей Поличиков как будто побольше становится До этого показывали Ну просто самых ярых энтузиастов И вот сейчас прибавляется Ну сегодня еще большой финал И очень много команд из Санкт-Петербурга Из области Так что здесь Просто домашний турнир по сути Ну пока московская команда Строгино уверенно идет К седьмой строчке А вот и удар Это Смирнова Вот ее отправлял в атаку Она сама туда отправилась Заброс вперед Но здесь проконтролировать мяч не получилось У Иветы Акуловой А тем не менее Как удачно Строгино в прессинг Вступает 3-1 счет И вот передача на Смирнова Не проходит Слишком сильно Ну кстати нет 9-го номера на поле У Строгино Не просто так Чистяков махнул рукой Ты считаешь? Ну подождать еще Да объяснить И сейчас не появляется Мы не просто так сняли с игры Ну ладно Придумывать не будем Вот сейчас Попытается пройти Попыталась Не прошла Дарья Карпухина Вот она Из-за боковой Так Прострел опасно О, это неплохо кстати было Но мы всегда видим Вот когда такая траектория Нам кажется Что сейчас Вот даже Ивета Акулова Голову поставит Но Карпухин Очень быстро решение приняла И полторак Опять на поле Это значит внимание Это значит полторак с мячом И она пытается уйти Но здесь опыт работает Здесь Гульнас Гусманова Ее просто оттеснило от мяча Выбрасывает его из боковой И Осанова И через Шевченко Шевченко переправляет на фланг И отсюда Это передача была И не замкнула Не сумела Замкнуть Сейчас Ну не Дарья Маскалева Смирнова Да Все ближе и ближе К позиции центральной нападающего Смирнова Ассистировала в этом моменте Осанова Вот она с мячом Ну это удар Но удар похуже Нет здесь не получается пройти Смирнова Так Звучит свисток Григория Митина Что случилось Нарушение Нарушение Здесь оказалось Поднимает руку Показывает Извините Ну а что извините С другой стороны Это естественно Что она здесь била А вот опасно может быть Но пожадничает Извинялась что не попала Хороший пас был С близкого расстояния Удар Теперь в обороне У Валентина Ливановой 8 Вот это ориентиры Но сложновато За один матч Так сделать И удар Мяч мимо пролетает Ну здесь опасный момент Был Ну что Набиуллин Наверное не играл Все таки рукой Здесь Повтор нам показали Ну а она во всяком случае Руки держалась за спиной Потому что совсем Эхо убрать то не может Это же все таки Структура человеческого тела Передача назад На вратаря Одна минута до конца Второго тайма 3-1 И во втором тайме Мы получается Увели только один забитый мяч Это Акуловый Из-за боковой Кургашова Ввела мяч Шевченко Обратно сыграет Ну что-то 40 секунд есть Было бы неплохо Звезде Один мяч Отквитать Перед перерывом Подержали Здесь Пока Это Дарья Маскалева Из-за боковой Вот не получается Подсказывала Сейчас Гордеева Что можно сделать И вот он Пас Но Пас не прошел Далекий выброс А вот Гейко не жадничает Играет на Стримбитскую Диана бьет Но Шевченко Здесь на месте Есть время Ищет адрес И отсюда Забирает мяч Сейчас Мария Ливанова Ну и видимо Да Заканчивается Второй тайм Пауза Вернемся Санкт-Петербург Скоро Санкт-Петербург 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, традиционная процедура перед началом третьего тайма. Капитаны команд выбирают по жребию какие ворота. Соответственно, вторая команда будет начинать с центра. Ивета Акулова, автор третьего забитого мяча в составе Строгино. Объясняет сейчас, ну, вот как надо забрасывать, видимо. Или как показывает, как она именно третий мяч забивала. Несильный удар с левой ноги, отскок прямо перед Шевченко и гол. Да, вот мне кажется, что ты точнее это прочитал. Вот именно об этом сейчас и разговор шел. Кстати, Ивета разносторонняя девушка. Она не только в футбол играет, но еще и пишет о футболе. У него опыт журналиста тоже приличный. Удар. И здесь неприятно. Маскалевый мяч попадает. Что по вратарям? Замена-то есть, по-моему, опять обратная. Чумик вернулась в составе Строгино. С Шербакова. Какая же Шербакова сейчас будет с мячом. Как оцениваешь игру Вероники Шевченко? Ну, показалось, что ошиблась она, но потом мы посмотрели повторы и поняли, что все-таки там для нее непростой момент. Единственная, да, вот этот момент. Ну, а в другом, я бы не сказал, что были какие-то еще моменты, когда приходилось ей выручать. То есть, были не точно. Ну, либо хорошо выбирал позицию. На ближней штанге, например. Играл ногами неплохо. Вот рукой тоже. Я считаю, более чем достойно отыграл свой отрезок. Сейчас Шербакова мяч выводит в игру. Ну, вот Смирнова, по моим прогнозам, все ближе и ближе к позиции центральной нападающей. Она сейчас просто через левый фланг атакует. Во втором тайме атаковал через правый. Вот удар. Но этот удар, конечно, легко заблокирован. И здесь опытный защитник у нас Гусманова. Все подчищает. А здесь еще одна атака звезды. Они активнее начинают третий тайм. Маскалева подержала мяч, вернула назад. Вот она передача. И вот Смирнова там где-то ее и ждал. И вновь Гусманова здорово разрушает. Пас вперед. Акулова корпус ставит. Ну, там до этого было нарушение Староверова на песке. Опасный штрафной. Да. И, ну, казалось бы, вот если бы мы смотрели футбол большой 11 на 11, здесь была бы остановка перспективной атаки. Но на самом деле мы видим, что атака уже не была перспективной. Именно из-за нарушения правил. А штрафной в пляжном футболе – это всегда потенциальный голевой момент. Да, гораздо опаснее, потому что никаких преград нет, ни стенки. Но нужна помощь. Кстати, если Староверова не сможет выполнить штрафной, будет замена. Кто выйдет вместо 33 номера, будет выполнять штрафной удар. Но они права, капитан команды Гордеева. Здесь такая долгая пауза. Вообще, мы уже привыкли к тому, что в футболе среди девушек пауз меньше бывает. Они как бы аккуратнее ведут себя друг с другом. Они реже нарушают правила. Вот здесь весело на скамейке Строгино. По всей видимости, нужна замена. А вот гейка, пожалуйста. Командная работа. Да, вот... Ты знаешь, а вот не напрасно ли? Вот потянет что-нибудь, надорвет себе. Возможно. Ну, все-таки это очень куражно, я бы сказал, медийно. Потому что мы видели, что в других командах есть, например, врачи, сотрудники, такие корпулентные джентльмены, которые могут девушку поднять легко, как тростинку. Одной рукой. Да-да-да, и унести. И у них там вот, если что-нибудь дернется в спину, ну, дернул и дернул. А здесь футболисты. Это я так вот... Рисковала гейка. Да-да-да. Уверена в своих силах была. Мы все, когда комментируем, становимся судьями-любителями, еще врачами-любителями. Любим определять травмы, насколько кто выбыл. Ну, это наша работа, затрагивать поверхностно разные сферы. Да-да-да. Просто вот что-то я тут подбеспокоился. Сразу как-то вот дернулась рука, сказать, подержи, остановись, пусть другой унесет. Ну, ладно, дай бог все хорошо. Ну, Чистякову, наверное, тяжеловато было Староверову донести. Я имею в виду второго тренера. Гейка замечательно с этим справилась. По поводу как раз замены. На поле была Старимбитская. Вот спор был. Кто поменял Староверову? Или поменяет? Потому что Старимбитская была на поле. Интересный момент. Это религиозно это прозвучало. Кто поменял Староверову? Потому что Ивета Акулова готова выйти на поле. Да. Мы ждали это появление девятого номера Старагино. Тот ликбез, который она выслушала, сейчас будет воплотить в жизнь. Но это, правда, было во втором тайме, но я не думаю, что забыл. Посмотрим. Посмотрим. Здесь пока штрафной. Разбег, удар. И неплохой. Очень плотный удар получился. Это Старимбитская била. Штанга? Да. Но вот тут, конечно, ближе к ауту, чем к воротам. Тем не менее. Уже этот угол не контролировал вратарь. Чуть поточнее Старимбитская бы пробила. Был бы гол. Вот сейчас она снова с мячом. Передачу хотела отдать, мне кажется. Ну и вот Мингалеева с мячом первый раз была, вернула она мяч в вратарю. Назад передача. И тут же в прессинг поднимается Старагино. Екатерина Гейко и Кургашова. Возвращает мяч. Выбрасывает его Щербакова. Старимбитская и Гейко. Вот эта пара сегодня, она сеет ужас. И добавляется Эвета Акулова. Она, ну, чаще меняет, наверное, все-таки Гейко. Угловой. Гордеева. Один голевой пас уже есть у капитана команды. Сейчас высоковато в район Кургашевой. И выбрасывает мяч. Это Анастасия Чумик. Подержала вперед. Сразу забрасывает. Опасно. Там только один защитник был. И вот передача. И отсюда Полторак. Пробьет хороший удар. Полторак. Далекий. Расстояние-то было приличное. И, тем не менее, Полторак заставил поработать. Ну и по силе достаточно хороший удар был. Вот так и... Ой, Чумик забивает. Кажется, никто не коснулся. Кажется, не было касания. Наверное. Но сейчас претензии есть у Ксении Щербаковой. Я допускаю, что просто сгораживали ей просмотр. И в итоге Анастасия Чумик забивает. Но вот смотрим еще раз. Мяч очень резко упал за спинами. Ну и тяжело было вратарю. Да, вот сейчас убедимся мы в том, что никого не коснулся мяч. И он падал, уже падал туда на песок рядом с Щербаковой. Единственный момент был туда выйти, Станислав. Попробовать кулаками в борьбу с двумя футболистками. Но не рискнула. А видела ли она вот саму траекторию полета? Ну, мяч достаточно долго летел. У Чумик, по-моему, не было голов еще. Ну, мы сейчас... Это вот кто, если случайно оказался на трансляции и смотрит пляжный футбол чуть ли не впервые, это мы не с ума с Егором сошли. А вратари некоторые забивают и по ногу. Мячей, в том числе и здесь. Ну, что говорили, здесь вратарь по три мяча забили. Ну, наверное, самое результативное по системе гол плюс пас это Анна Колбаева. Конечно, три забитых мяча. Основной вратарь звезды. Ну, и сборный. И сборный. Байгод. Хороший пас. Пусть и рискованный. Скалева. Вернула. Назад. Ну, что, ответ может быть вратарский? Ну, так вот, знаешь, дерзкая такая передача. Вот удар не получился, а по технике, смотри, как она подбросила мяч сейчас в воздух. Ну, если бы только успели соответствовать. Это к Чумик мяч возвращается. На правую передачу. На правую передачу. Алина Асанова. Алина Асанова. Алина Асанова. 2000-го года рождения. Потом сложновато уже в игру будет возвращаться. Все-таки три пропущенных. Да и к тому же пропустили от команды, которая, ну, просто больше создает. Раз. Теперь на месте здесь Дарья Москалева. Вот спасение Чумика и Москалева надежно. В обороне не дает мяч принимать и Ветти Акуловой. Левина, но это очень высоко. Вернет сейчас Щербакова мяч. Вперед. Точнее, не вернет, просто переведет. Ошибается. Карпухина. Рукой сразу вперед. Акулова. Пробьет. Интересное решение. Попал ли мяч в руку, да уже и не важно. Игра пошла отскок здесь, от кочки. И полторак. Полторак шла к мячу. Полторак как будто бы больше времени стала получать на поле. Вот сейчас ее шанс. Полторак, замах и все. Она упустила. Потеряла момент для удара, но сохраняет мяч. Гордеева. Гордеева за всех отдувается, остается в обороне. Позволяет своим коллегам подниматься. Но полторак. Но теперь уже сложновато. И никто не поднимает. По-прежнему. Смирнова можно сыграть, если Остера. Попробовать. Идет в ободку. И отдала Смирновой. Смирнова поддержала, корпусом закрыла. Перехват мяча. И вот она атака с передачей. А вот здесь решение уже. Ну, мы видим картину. И вроде бы как передача на Карпухину напрашивалась. И замена сразу. Гейка появляется. Стрембицкая появляется. Основной состав, условно, ударная четверка. Да, там остается на поле Ирина Рудзи с 15-й номер. И вот сейчас опасная атака. Вот удар Стрембицкой. Но точно в руке вратарю. Выбрасывает мяч. Полторак. Полторак доверяет сейчас тренер. А здесь у нее мяч отобрали. Вот он пас. Точный. Пас. Какой хороший был Нагейка от Стрембицкой. Не удалось мяч укротить. Пауза. Да, мяч уходит. Нужна помощь Марии Полторак. Посмотрим этот эпизод. Тут Стрембицкая на мяч не играла. Видно. Да, да, да. Очень она активна была. Она после того, как сделала передачу, она ушла на другой фланг. Стала там прессинговать. Ну, сейчас поднимется. Так, еще. Дубль два? Нет, не получится. Тяжеловато. Ну, здесь даже не в том дело, что тяжеловато. А дело в том, что Валерия Кургашова, ну, для нее это слишком рискованно было. Она и ростом-то такая-такая же. Приблизительно терпометрия одинаковая. С Марией Полторак. Да. Делаем вывод, что Гейка все правильно сделала. Ущерба для здоровья не было. Тайм-аут. А кто берет? Звезда М, очевидно. Им нужно сейчас обсудить. Ну да, вот тактическая доска. Оно воспользуется временем, я думаю. Видим синяк. Действительно удар был приличный. По голеностопу. И Марии Полторак-то больно. Смотри, вот обрати внимание. Морщится. Оказывает ей помощь. Ну, мы видим девушек некоторых, совсем молодых. Вот сегодня не все просто в заявке у Звезды М, там предыдущих матчах еще травму успевали получать. Например, Валерия Галеймина. Помнишь, вот как раз ее-то и уносили. Да, она даже, по-моему, не моложе Полторак, она или Полторак все-таки самая юная. 2007 год рождения. Галеймина 2004. Кстати, вот мы, да, так рассуждали. Александр Гордеев от 2002 года. То есть, мы просто здесь на контрасте уже смотрим. Многие девушки, ну, просто совсем юн, девочки, школьницы. Да, да, совершенно верно. А Гордеев тоже молодая еще совсем. 2002 года. Это миллениалка. И ты сказал о контрасте. Юльнас Гусманова, 79-го года рождения. Да. Самая опытная футболистка чемпионата. Заброс. Могла бы тренировать уже на поле. Не наигралась. Так бывает. Не, ну а бывает так, что и то, и то люди делают. Я думаю, что расширенный профиль помогает Сергею Велоусову. Да, вот Петербург, мы знаем примеры в мужском пляжном футболе. То есть, людей, которые тренируют. Антон Шкарин, например. Например, Денину или нашего дорогого-то швейцарского друга. Да. Который и не наигрался, и не натренировался. Энджело Ширинс. О нем идет речь. Конечно. Набиолина. Низом хитро. Хитро. Но не обмануло. Там замена случилась. Шевченко вернулась. Ворота у звезды. То есть, решили, что сегодня они сыграют просто по уровню. Да, по времени поделили 50 на 50. Заброс штрафную. Штрафную. Это я по привычке. И чумик поменяли. Ну, штрафная, да. Она флажками огорожена. Все время их скажешь и задумаешься. Может быть, как-то по-другому. Ну, Гейко пробрасывала. Но здесь встретилась она с Гордеевой. Гордеева такое не пропустит. И сама Гордеева передачу пыталась сделать. Но на месте Ирина Рудзис. В общем, уникальная штрафная пляжная футболиста, что пенальти там можно зарвотать у уголового флажка. Конечно. Да, да, да. То есть, это такая проекция, можно сказать. На все поле. Главное, это расстояние от ворот. По вертикальной. Вот эта передача. 9 метров. Да. А там ты вратарь можешь играть. Удар! Здесь даже не успевают. Камера за мячом. Потеря. Но здесь под прессинг попадает. Очень, надо сказать, Кургашова сейчас неактивно сыграла. Усталость уже приближается. Видим, по передвижению 15-го номера. Здесь уступает мяч Гейко. Удар. А у Гейко тоже удар не выходит. И она понимает, что именно у нее не выходит. Но там еще и передачу можно было делать. На Стримбицкую, конечно. Атака опасная. Здесь удар. И бежит Гейко. Смотри, опережает. Вот сейчас был такой эпизод, что Нюшик правила нарушила. Вот по самой механике движения убегала Гейко так, что она могла подставиться под нарушение правил. А мы увидим сейчас. Вот Шевченко. Вот, я имею в виду этот эпизод, где первый вратарь идет на мяч. А что там было? Ну, действительно, да. Второе решение такое не очень логичное от Григория Митина. Не зафиксировало мяч. Шевченко мы видели на повторе. Может быть, удар по рукам от Гейко? Ну, вот я не увидел на этом повторе удар по рукам. Я тоже. Ну, да ладно. Коридор. Можно мяч пасом туда отправить. Но вот это удар по воротам. Ну, так. Кстати, да-да-да, ты здесь сказал нет. Появилась Ливанова. Сейчас вместо Чумик передача. Вот после тайм-аута как раз они вышли. Три минуты остается сыграть. Но я так пока по счету и по игре кажется, что сыграть в матче. Что не будет никаких дополнительных минут. Здесь выбегает Гульнас Гусманова. Нашибка. Угловой. Полторак вернулся на песок. Все хорошо с Марией. Будет выполнять угловой. Передача. И отсюда. Ну, можно будет пробить. Наверное, это Байгот бил поворотом. Вот все удары какие-то не опасные. Что не приходится даже Ливановой, а до нее и Чумик работать. И Байгот уже успела вернуться. Но ее работоспособность, она просто сразу бросается в глаза, как только она на поле выходит. Здесь не пускают. Очень здорово. В обороне играет Старагино. Ивет Акулова. В частности, Карпухина слева. Прострел. Срезает мяч. Кристина Байгот. Да, но будет угловой. И только. А здесь у нас, ну, турнир-то получился насыщенным. Это кажется, что вроде как побегали 40 минут в сумме, ну, 30-36. И нормально. Вот так каждый день. И это получается... Пятая игра. Долгий турнир. Да, пятая игра. И, конечно, уже и накопилась усталость, и все остальное. Сегодня травма многовато. Особенно у звезды М. Вот мы видим, как бежала она за... Маскалева? Акуловой, да. И так морщить уходит. Будет замена. А Стараверова выполнит угловой. Карпухина и Акулова в штрафной площади. Может быть, какая-то комбинация есть. Очень близко друг к другу. Футболистки Старагино расположились. На вес Карпухина пробила и попадает в защитника. В руку. Фолл последней надежды. Митин сегодня солирует. Ну, я не знаю. А фолл ли это последней надежды? Во ворот или летел мяч? Ну, с улыбкой уходит. Да? По-моему, красную карточку указал Митин. И... Мои утренние фантазии излишни. Да. Станислав, а почему не головой? Давай порассуждаем. Не знаю. Ну, поэтому и с улыбкой уходит. Она сама понимает. Ну да, красная мне не показалась. Никаких споров. Алло, реф. Ну, такое может быть, да. Представляешь, там... Да ладно, это не рука. Естественное положение. Что-то такое. Ну, она просто сама понимает, что... Вот чисто рефлекторно сыграла. Как будто выключилась из эпизода. И просто уже увидела летящий мяч. Среагировала так, как среагировала бы, наверное... Вот если бы вот как этот мальчик сидел на трибуне. Да, будем откровенными, наверное. И удар! Даже если не забьет. Звезда будет в меньшинстве две минуты. Это осталось две с половиной. Ну, до конца матча. Ну, да, да, да. Здесь хоккейный вариант. Даже не две с половиной, да. А еще больше времени. Минута пятнадцать. Выбрасывает мяч. Но пенальти не забили. И давай скажем, что Вероника Шевченко просто здорово себя проявила. Прекрасное спасение. Навета Акулу не пополнил свой голевой баланс. Может быть, это сделает Стримбицкая. А сейчас удар выходит и бьет поворотом. И опять Шевченко. Хороша Шевченко. Да, последний отрезок дается. Вартареон молодежной команды звезды. Ответ звезды... Кургашова. Из последних сил с левой ноги. Ну-ка. Ну вот, удары. И дотягивается. Да, в штангу отбивает. Но именно что отбивает. Так что нельзя сказать, что и плохо пробил. Хотя такая высота, на которой, ну, легче было, наверное, Веронике Шевченко это сделать. Ну, не буду здесь анатомизировать дальше. Как и что. И смотри, Гейко опять отбирает. Гейко сейчас отдает Стримбицкой. Еще и набегают. И забирают мяч. Снова. Ну, Строгино, конечно, этот матч по делу выигрывает. Здесь и говорить нечего. Их можно только поздравить с тем, что они занимают седьмое место. Но, конечно, так по силе команде, по-моему, подниматься и повыкнуть. Конечно. Все. 4-1. Побеждает команда Строгино. Это нам показывают. Да, вот здесь девочки довольны. Показывают нам и главного героя этого матча. Это Екатерин Гейко, который сегодня забил. Сделал голевую передачу. Ну, и сегодня больше одного мяча никто не забивал. Я имею в виду из игроков. Ну, а у звезды М отличилась Мария Полторак. Мы сейчас увидим самые интересные моменты. И напомним, что дальше у нас будет программа тоже интересная. Ну, смотрим. Самые яркие матчи. Это то, как принимала мяч вратарь Щербакова. Это первые минуты, когда забивает свой первый мяч Екатерина Гейко. Вот сразу разобралась. Сразу все правильно совершенно сделала. Ну, и после этого момент, когда сравнивает счет Мария Полторак. Там сначала нам показалось, что забила Валерия Смирнова. И она действительно мяча коснулась. Но вот очень хороший повтор, на котором видно, что Полторак ногу поставила. Сразу реагирует Диана Стримбинская и отправляется в передачу Екатерины Гейко. Мяч в ворота. Очень красивый дальний удар. Это розыгрыш. Ну, и сразу, сразу и поздравляет, и принимает поздравления. Это еще одна атака, в которой счет становится 3-1. Это же второй тайм. И Вета Акулова забивает с передачи Ирины Рудзис. Ну, и здесь Песок подвел вратаря Шевченко. Еще один удар. Это била Екатерина Гейко, когда Шевченко уже угол закрывала. Ну, и, безусловно, Анастасия Чумик. Ее гол. Кстати, записали голевую передачу Диане Стримбинской. То есть у нее сегодня тоже гол плюс пар. Ну, я бы трех футболистов отметил в составе Строгино. Это Чумик, Стримбинская и Гейко. Да, 4-1. Впереди КПРФ Уриск, СК, МФ. Матч за пятое место. Скоро будет. Вернемся в Петербург. Стримбинская и Гейко. 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 Стримбинская и Гейко.